Давай, что ты хотел сказать, дорогой мой? Нет, я вспомнил, как вот здесь, ну, когда меня рука положила, рука положили, да, ты мне сразу посоветовал съесть отцу Геннадию и поучись. Я был там у него, кажется, несколько недель, или уже не помню сколько, да, да, я увидел, значит, я пришел, значит, он уже заканчивал службу. И после службы здесь, сейчас мы будем читать Слово Божие, порокам Малахию. Это там все приход, все люди, да, и вот он разъяснял это, да. Конечно, это было такое большое поучение, за что я тебе за этот совет очень благодарен. Но еще, отец, я у тебя, ты, значит, говорил, у тебя тысячелетнее царство, ты собрал все вместе, где-то на больше, чем 100 страниц. Может, ты мне, я вот не нашел. Я скину сразу, отец Наум, сразу скину. Я недавно эту тему еще дополнил, полноценную разослал, но тебя не узнаешь, там в кусах сидишь. А теперь я тебя вижу, голова целая. Вот у меня кто заходит, сегодня опять ночью один зашел, сознался, я грузин. Я сразу спрашиваю, Тбилиси, знаешь ли, там район Африка называется у вас? Да, да. Да, я к вам направляю, вот этот вахтанг, где он там, Ирландия, работает, грузин. Я его тоже к вам направляю, когда говорю, приедешь домой-то, на родину-то, вот к отцу Науму Израилю еще схожи. Да. Ну, мы всегда принимаем. С Новосибирска был тоже один грузин, приезжал, мы даже с ним сфотографировались. Георгий зовут его. Да. Ну что, все, слава Богу, мы не будем задерживаться. Вячеслав хотел зайти попозже или сразу? Я противосектант, этот, о тысячелетнем царстве, вашу статью, вот которую последний раз вы сбрасывали, мы на сайт добавили. Хорошо. На сайте. Хорошо, а который вы вот это... Я сбросил в чат интервью Геннадия Фаста и противосектантский материал, и вот это, о тысячелетнем царстве. Прекрасно. А вот, который вчера вы мне скинули, я его так проверил, и все везде. Посмотрели, какие я сделал ссылки? Там про алтарь и про причастие. Да, посмотрел. Я 70% и того, что вы сделали, сейчас уже прочитал. Сейчас хотел дочитать еще. Ну, когда... Вы все то отметили, что я тоже для себя, внутри себя отмечал. Одно время, так сказать, показать на то, что надо, а другое, что вы свечеете, оно не по слову Божию. То есть, там уже разберешься. Главное, обратить внимание на эти слова. Я думал, не успею вчера... Да, да, да. Думал, не закончу вчера. А я могу выставить его куда-то в интернете другим, на открытый? Обязательно, нужно это сделать. Ну, я думаю, ваш материал... Я возьму разрешение сначала. Да, да, нужно обязательно. Да, там есть прям явные перекосы. Ну, я все это высветил. Есть очень хорошие. А вы поняли, что впереди я делаю сравнение по знакам. Статистика. Сколько занимает это, и сколько Коринфинам и другие. С какой целью? Я вчера еще... Я вчера телефон потерял. И только вчера нашел его под конец уже вечером. И в машине ехал, у меня жена читала. Я еще сам глазами не смотрел. Ага, ну вот такое дело. Я думаю, догадаешься, что я делаю сравнение. То, что они показывают здесь, как будто Христа нет. Совершенно новая религия. Хотя это необходимо. Ну, а Христос-то где? И вот они прямо нарухавник не надел. Смертный грех. Ну, вот такое вот. Это прямо... Так там притом говорят, что если причастишься, грехи простятся. Да. Там написано. Да, да. Это вообще что? Я все выделил. Это является руководством сегодня для священников. А вы дальше читали, откуда взяли вот это... Да, да, все насчитал. Все откуда насчитал. И эти знаки вошли в эту же систему, которая впереди написана. Дело сравнения, чтобы кто догадливый, впереди сколько страниц этот текст занимает. Ну, когда при 100% и там, я не знаю, шрифт 20 или 18. То, что у меня статистика готовая на Библию, на каждую книгу. Сколько букв, сколько с пробелами, без пробелов, все. Я над этим работал очень долго. Две девушки мне помогали. Они сидели на калькуляторе. И когда я считал, подводили итог. Вот такое дело. А теперь-то я думал, что вы зайдете там... Какие вопросы-то я уже высветил? Хотел... Вот их... Да, да, там о писателях, о поэтах. Да, да. Ну, вот если будет, во сколько? Потому что сегодня идти на богослужение. Я тут хотел сказать одно интересное. Вы моих людей, которые нашего региона, переманили себе. Вот это да. А почему? Я теперь вижу, за Соней кто. Живут в нашем районе, на 4 часа позже к вам прилепились. Ээээ, нехорошо, бросили меня. У вас сегодня было... Надо их это прогнать. У вас сегодня было на 13 человек больше, чем у меня утром. И главное, живут в нашем городе, и к вам туда лепятся. Это... Проспали. А до этого все время были здесь. Ведь я сам себе думаю, вот это... Никогда не думал, что можно найти сонливых. Ну, все, ушел. Отошел. Жду звонка. Ну, когда позвоню... Отошел. 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 Отошел.